Морозный дрифт. Экстремалы со всего города тестировали лед центрального катка на прочность. Именно там мощно отшумел открытый кубок ПАО ММК по дрифту. О лучших укротителях зимних трасс в сюжете Елены Ткач. Сегодня здесь, в Короле Трасс, те самые пилоты автомобиля, на которых обычно на светофорах владельцы иномарки смотрят свысока. Запах сцепления, рев моторов, адреналин. Именно так выглядит открытый кубок по дрифту ПАО ММК. Для зимнего дрифта, чем меньше сцепления с дорогой, тем более зрелищной получается дуга. Именно поэтому для трассы выбрали чистейший лед центрального катка. Но даже в ситуации максимального соблюдения всех правил безопасности, адреналин зашкаливает и у организаторов в том числе. Конечно, будоражит, особенно когда смотришь на 18-летних парней. Вроде вот-вот они только получили права, а уже, ну, будем говорить, что они квалифицированные пилоты, да, они могут управлять заносом. И им это нравится, самое главное. То есть они болеют душой, переделывают свои автомобили. Тюнинг автомобиля для зимних гонок начинается от 150 тысяч рублей, включая цену самой машины, примерно 40 тысяч. Важная часть – купить хорошие шины. Как правило, их цена сопоставима с ценой самого болида до переделок. В соревнованиях по дрифту главное не быстрее пройти дистанцию трассы, а как можно дольше находиться в управляемом заносе во время поворота. Это не автомобиль, на котором я езжу по городу, это именно для соревнований, для тренировок и все. Ну, некая конфигурация, думаю, подробности неинтересны, но далеко от стандартного. 16-клапанный мотор, нестандартная подвеска, гидравлический ручник. Если все почитать, ну, около 250 тысяч вложено. Самыми зрелищными и трудными являются парные заезды. Здесь участвуют два водителя, один из которых едет впереди, а второй должен стать его тенью и проехать трассу по максимально похожей траектории. Дебютант дрифт-соревнований Михаил сходу одолел все одиночные квалификационные заезды и даже дотянул до престижного парного этапа. Жигулями занимаюсь давно, люблю их, как, ну, наверное, с детства, там, отец ездил. Просто люблю, как именно вот единицу автомобиля, модель, кузов. Ну, а дрифт пришел уже с годами. С годами в дрифт собирается прийти самый главный помощник Михаила на пидстопе, сын Кирилл. Он доверительно сообщил, что его время дрифтовать придет в возрасте 30 лет, а пока он у папы на подхвате. Подскажи мне, что ты делаешь? Я откручиваю гайки на колесе. Скажи мне, пожалуйста, а ты здесь что делаешь? Вы зачем сюда приехали? Ну, попробовать подрифтить. Вот зачем приехали. Здорово, если бы в Магнитогорске для смелых и дерзких спортсменов-автолюбителей появилась трасса для дрифта. И желательно чуть пораньше 30-летия Кирилла Симачева. Елена Ткач, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВ.